Девушки отдыхают Деревня Дубая. Обычный с виду участок с постройками. Таких много в любом населенном пункте. На первый взгляд, ничем не примечательный. Однако, переступаем порог, осваиваемся и понимаем, здесь лечат души. Это реабилитационный центр «Отчий дом», которым вот уже более 10 лет оказывают помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, зависимым от наркотиков и алкоголя, освобожденным из мест лишения свободы. Здесь живут и проходят реабилитацию люди, оказавшиеся в свое время потерянными для общества. Среди них Михаил, Миша. Здесь все обращаются друг к другу просто и по-свойски. Живут одной большой семьей. Миша тоже очень открытый. Не стесняется камеры и готов говорить о своей жизни. Мужчине 36 лет. 13 из них он провел в местах лишения свободы. Всему виной стало употребление наркотиков, которые надо было за что-то покупать. Стал воровать. В основном это были кражи из магазинов. Одна за другой пошли судимости. Освобождался. Снова наркотики. Снова кражи. Снова очередная судимость. После пятого заключения он уже перестал их считать, поскольку жизнь превратилась в замкнутый круг. Жизнь ради наркотиков. Со своими страшными последствиями. И однажды в наркотическом угаре едва не натворил беды. Подробностями этой истории Михаил не стал делиться, но признался, что она и была переломным моментом в его судьбе. Так он оказался в реабилитационном центре Международного благотворительного общественного объединения «Скала». У меня есть друг. Хороший тоже. Он в прошлом отбывал наказание со мной. Мы жили неправильной жизнью. И он мне позвонил, говорит, приезжай. Ну, он сражался за меня. У меня не сошлось, как он оставил эту жизнь, ради чего и ради кого. Я приехал сюда от уголовной, кстати, как бы, не бог. Ну, думаю, поеду, хуже не будет. То есть там я мог натворить хуже дел. Сюда я ехал, у меня уже была возбуждена уголовная статья. Я ехал сюда, как бы, наверное, прийти в какое-то чувство человеческое. Я не ехал сюда к Богу, я повторюсь, я ехал просто своих мирских проблем. От жизни какой-то убегал. В очередной раз убегал, скажем. Но вот Бог показал, что надо остановиться и сражаться с трудностями, сражаться с сердцем внутри, что-то посмотреть в себя и захотеть изменить. Можно жить по-другому. Можно жить, трудиться, нести добро и радоваться в жизни, как бы. И жизнь строится. Впервые за 36 лет моя жизнь начала строиться. И я это вижу и чувствую это и на физическом уровне. Я приехал сюда, скажу, у меня был маленький пакетик. Сейчас у меня, слава Богу, два чемодана вещей. И во всем. Я не знаю. Как от материального, так и от духовного, физического. Люди просто, ну, у меня не было понимания, почему люди так помогают. За что? У меня не с чего взять. Если в тюрьме мне помогают, они знали, я получу там передачу или что, с меня потом возьму. То есть там взаимы какие-то вот такие. А здесь просто. И вот это тоже дало свой толчок, наверное, где-то идти, сражаться за ту жизнь и идти дальше. Мои родные начали мне верить. У меня есть малолетняя дочь, как бы. Бог меня вернул в семью мою. То есть, ну, приходит радость, полнота. Радуешься вот этому солнцу, жизни, наверное. Всему тому, чего уже не назидало и не приносило какой-то радости. Да, я езжу сейчас вот почаще, где-то раз в два месяца, раз в месяц. Езжу домой, пока адаптация. Ездим с дочкой. То есть там, где мы никогда с ней не было, в зоопарке, в аквапарке. То есть она радостно, у него появился отец. Как бы, ну, склеивает Бог, склеивает то, что даже не склеивается. Там бывшие, с супругом мы разведены. Но у нас хорошие отношения. Она понимает, я помогаю всячески, как могу. Слава Богу, вот у нас в центре есть после реабилитации, на адаптации, где-то можно заработать денег, помочь родным, близким, дочке. Скоро уже три года, как Михаил на свободе. Таких долгих периодов еще не было. И это мужчина тоже считает чудом. Через три месяца заканчивается его программа в центре, где он прожил больше года. Столько же без наркотиков. Возвращаться в свою прежнюю жизнь, в то темное прошлое он не планирует. Вместе с Мишей реабилитацию в центре проходят около 20 человек. Это и мужчины, и женщины. Программа рассчитана на год. Затем начинается период адаптации. Первые три месяца жизни в центре считаются первым кризисным периодом. Время, когда человек самостоятельно принимает решение оградить себя от той среды, в которой он скатился до такого уровня жизни. Этот разрыв между зависимым человеком и наркотиками – процедура болезненная, но возможная. Об этом рассказывает мне председатель Международного благотворительного общественного объединения «Скала» Александр Зайцев. Человек, попадая сюда, первых три месяца, наверное, физически больше всего с этим справляется. И позже он по окончанию трех месяцев выбывает по месту регистрации на три дня домой или куда-то там еще, для того, чтобы мы и он сами поняли, вообще работает программа или нет. Отпуск – это дело обязательное. То есть он хочет, не хочет, ему надо поехать туда. Для нас это контрольный срез всей этой работы, которую мы провели за эти три месяца. И для него самого это возможность понять, вообще работает для него программа или не работает, стоит ему оставаться или не стоит. Даже если там случаются какие-то казусы, то он может в любое время вернуться. И мы, я и он, мы понимаем его проблему и где мы недоработали. И впереди еще восемь месяцев возможности исправить. И каждым последующим месяцем он опять уезжает домой, опять и опять и опять. И может возвращаться сюда для того, чтобы исправлять те слабые места, которые есть в его личности, что ли, так скажем. Возвращение из отпуска – это уже победа. Человек должен сделать это добровольно. Это значит, что он не сорвался, попав в свое прежнее окружение. Далее по возвращении в центр и мужчины, и женщины продолжают проходить реабилитацию. Программа подразумевает не только внутреннее освобождение от наркотиков. Прежде всего, это приобретение социальных и трудовых навыков. Человек должен научиться работать, выполнять определенный распорядок жизни, выдерживать трудовой день, приобрести психическую устойчивость к этому процессу. Все, как в обычной жизни. Если он сейчас здесь этому не научится, он будет голодный. Поэтому здесь поставлено точно так же, по семейному типу. Встает утром, идет завтракает, потом работа, вечером у них учебные программы. Все как дома. Пока он здесь без детей, но дальше в жизни мы думаем, что у него будут дети, и он будет с ними сидеть и делать уроки. Так что мы готовим его к простой жизни, в которой живет средний белорус. Надо сразу сказать, что центр не медикаментозный. Поэтому работаем на том усилии, на той воле, которая у человека осталась после приема наркотиков. С постояльцами центра работают специалисты социальной службы, психологи, юристы. Их сопровождают кураторы и волонтеры. Здесь человеку помогают обрести себя в этой жизни. Тем, кто когда-то оказался потерянным для общества, помогают очнуться от той реальности, в которой они когда-то оказались. И воспрянуть духом. Ведь человеку нужен человек. И только тогда он сможет поверить в себя, когда в него верят другие. Мы радуемся тогда, когда человек восстанавливает семью, возвращается в дом. Когда человек находит какую-то работу. И просто счастливый, когда он тебе отзванивается и говорит, у меня все хорошо. Наверное, вот это и есть. Для этого вы работаете. Да, это и есть награда, что у него все хорошо. Другим важным направлением в работе объединения «Скала» стала помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. По статистике в Беларуси, каждая третья женщина подвергается домашнему насилию. Одной из проблем, с которой сталкиваются эти женщины, это поиск места, где можно укрыться от агрессора. Действительно, куда пойти, когда дома находиться невозможно, а зачастую и опасно. К нам обратились из Центра социальной помощи населению. Девушка пострадала от домашнего насилия. Было побито очень здорово. И мы ее привезли сюда. Но мы поняли, что эта программа не работает для этих людей. Для них нужны совершенно другие вещи и условия. И мы поняли, что нужно разработать программу, которая бы работала другим образом. Изучив успешный опыт других подобных организаций, объединение «Скала» создает дом-убежище и горячую линию, куда обращаются люди, пострадавшие от домашнего насилия. Как оказалось, программа востребована. В неделю поступает около пяти звонков. Процесс трудоемкий, потому что женщине нужно пять раз вернуться к насильнику, чтобы однажды поняли, что хватит. Поэтому мы сильные иллюзии не питаем, но если создается ситуация, мы готовы принять, мы готовы помочь, поддержать. И на какое-то время спрятать человека, чтобы он, по крайней мере, сохранил свою жизнь. Конечно, она должна сохранить рабочее место, она должна сохранить садик и сесть среди детей, школу. И продолжить жить. Но должно быть место, где она сможет просто, ну, где ее не будет бить, где она сможет просто отдохнуть и получить помощь для того, чтобы сопротивляться дальше. Основное условие в работе программы – это полная анонимность, а значит и безопасность. Где находится дом-убежище, знают только специалисты объединения «Скала». И по понятным причинам не называют место его расположения. Там безопасно. Абсолютно бесплатно в доме-убежище принимают женщин вместе с детьми, независимо от возраста, социального положения и вероисповедания. Оказывают социальную и психологическую помощь. Для того, чтобы остановить домашнее насилие и положить конец боли, нужно совершить всего один звонок. Телефон горячей линии. Плюс 375 29 358 33 38. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова